Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата Мой отец ГГБшника, моя мать Пацаны, здорово всем! Вот и настал тот момент, когда мы кусок этого железа, который некрасивый, непрезентабельный, отвозим на малярку На малярке она будет, машина, находиться в среднем где-то месяц Надеюсь, что быстрее получится Сейчас машина в плачевном состоянии Мы переварили ее, напомню всю, переварили пороги Пороги сейчас находятся в грунте Самая плачевная, это вот этот бок, ребят, смотрите, шпаклевка какая Полностью все крыло в какой шпакле Мы это все дело, конечно, будем отдирать Я не планирую это переваривать, так как у нас бюджетный вариант Я думаю, мы купим самую качественную, самую крутую шпаклевку Есть уже какие-то на стеклового окне, она супер-пупер крепкая Есть какая-то угольная шпаклевка, тоже фиг, когда отвалится Ну, короче, будем самую топовую, наверное, шпаклю выбирать Делать ее, восстанавливать из того, что имеется У нас и передний бампер в плачевном состоянии Крылья где-то в рыжиках уже, смотрите, тут мятина на переднем крыле Бампер просто ужасный Но если отдельно купить бампер, на разборке он стоит 25 тысяч рублей Просто один бампер Конечно же, мы не будем покупать контрактный Будем максимально восстанавливать из того, что имеется Покраска, это очень дорогой процесс Надеюсь, тачка заблестит, засияет И у нее будет совсем другой вид, а не вот так, как сейчас Месяц будет делаться, я думаю, вам будет интересно посмотреть Загоняем уже в проверенное место Антон, где мне красил Гелендваген Обвесы, вот это все Мы туда же загоним Будем стараться сделать, чтобы был хоть какой-то вид Машина все просится на покой Говорит, Денчик, ну давай завязывай Ну, я уже 98-го года выпуска Я уже потерпела, ну, наверное, как минимум 20 аварий У меня уже шпакли больше, чем металла Ну, хотя уже мы переварили уже, наверное, не больше, а уже наравне Но я, пацаны, не сдаюсь Хочется все-таки сделать Мне самое интересное, что у нас получится Вчера я загнал машину вечером Будем снимать видео набежками Уже машина начала разбираться Но самое ключевое, это всем интересно Мне интересно, это заднее левое крыло Потому что шпакли здесь больше всего Я говорю, Тоха, не трогай, пока я не приду Самому интересно посмотреть, вам интересно показать Есть разные варианты Как мне сказали, кто переваривал машину Сказали, там вообще может быть даже металла не быть Потому что может быть сгнило, там может быть дыры, ржавчина Очень сильно напутано Так что сейчас будем это все дело отколупывать и смотреть Не понял Ты че уже Че ты сделал, с ним? Я помню Ты уже за два часа выстучил Офигеть, Тоха, так может быть тут не месяц, а через три дня заберу у тебя машину Ну, понимаешь, ты так вот делал, а вот то, что сейчас шпаклевать выравнивает, это будет долго Офигеть Че ты сделал с ним? Да ты че? Друзья, футбол продолжается 22 июня в 9 часов будет играть Манчестер Сити против Бёрли А также множество других спортивных дисциплин можете смотреть с моими друзьями OneX Ссылочку они сделали удобным образом QR-кодом Ну, а всеми любимое, как всегда, внизу Ну, у нас тут уже всем интересно Тут уже, как я понял, вы соседи, да, собрались И целое у нас с консилиум Че, отверткой предлагаешь все-таки? Ты уверен? Уверен, да Такая зима О, стремя такая крепкая Я думал, она сейчас как шару, знаешь, отвалится Вот про нее говорили по шпаклевку Ну, я думал, знаешь, сейчас кусок отвалится Но он все-таки как держится Нифига себе Что-то мои ожидания не оправдались Я думал, что, знаешь, кусок такой бам Вот она пошла Нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну я снимаю Самый толстый наверное кусочек от моей машины смотрите пацаны нормальный да расклад сантиметр наверно сантимка Сантимка вообще А где прям нормально Да нет тоже один Даже меньше еще Ну это наверное самая большая Даже больше не будет вот эта часть вот Если честно ожидалось увидеть еще более страшную картину как сказал Антон что попробуем поддавить этот металл Потому что здесь вот видно такая ложбинка Вытянуть чуть-чуть и чтобы уже толщина шпакли была не сантима хотя бы 0,5 Это все дело подстучится Сейчас будем до конца это срезать все Потом посмотрим что еще нас ждет Какие сюрпризы Здесь немножко подгнило придется подваривать Ну короче как снимем это все там уже будет видно Но я думаю если ее выпрямить чуть-чуть уже хоть не такой большой слой будет Ну а так она держится Я думал она прям так будет отваливаться Нифига подобного Теперь у меня капот встал в зазоре Вы помните не знаю смотрели не обращали внимание У меня одна сторона выше была Во-первых крыло Поправили Я-то думал это тут будут сейчас неделю делать Антон вы чесались Сделал быстро Смотрите как яичко стало Тут такая мятина большая была Ну и выставил все уже зазоры по фарам По крыльям Смотрите оба она зазорчик какой красивый Вот это я понимаю уровень Зрелище не для слабо нервных Фирменная аэрография получилась на машине Интересный факт не знаю вам будет не будет видно Как мне сказали 12 слоев краски Не знаю для чего так делали Но как предположение есть Что ее 12 раз красили Значит мне в это не верится Вот смотрите идет шпаклевка Краска шпаклевка Краска шпаклевка краска И вот такой слой В принципе сейчас вот крыло уже Вот столько сняли шпаклевки Зачем столько нанесли Непонятно Так то тут плоскость ровная Как бы практически в ноль она выходит Ну немножко может быть и надо было подровнять Почему такой слой получился Непонятно Может быть вот так вот и оставить Как думаете это вырезано болгаркой Пацаны короче прикалываются Угорают над машиной уже Ну ничего Скоро снимем эту всю шелупонь Надеюсь выровнем будет получше Ну а завтра придем посмотрим вообще Как это дело будет уже без поклевки Ну вот так красиво получилось То есть узнаваемо да за тобой это Уже темно Плохо видно Ну реально вот сейчас сфокусировалась Что реально думаешь что так 12 раз и накрасилось? Там же видно же каждый слой видно Ну не может быть Ну что они дебилы что ли? Ну что они дебилы что ли? А здесь это как раз как-то Ну блин я понимаю что здесь Я помню 13 хозяина Что хочешь сказать каждый хозяин красил этот код? Мои друзья из One X сделали специально удобный QR код Сканирую его и делай свой прогноз А для новых пользователей есть акция со страховкой счета до 10 долларов А также Вадим мой промокод АБРАМ ТВ И получай до 100 баксов на первый депозит Приехал короче в Тухе смотреть результаты Тут уже шпаклевки нету Он говорит давай покажу что стало, что было Смотри Короче идеальная плоскость да получается Смотрите вот это все что будет Вот эти вот мазарки это будет шпаклевки Ага Ну короче они получаются лишнюю накидали А настолько и не требовалось да по сути Ну и если можно было постучать Ты же конечно это вытянул да все Не очень много здесь стучал Да Три дня его выстукивал это горло здесь Пузырь вот такой Просто вот это вот то что вырезали А не просто вот это было вот таким пузырем вот здесь Вот таким вот Реально Ну зато резать не пришлось еще выстучили Сейчас вот так вот все дело выглядит Как бы да Ну все равно лучше не отвалится Да терп не такой слой как у нас раньше был Сейчас будет маленький слой Максимум миллиметра 30 где-то Что какой следующий этап Уже самое сложное наверное позади да что вот В принципе да уже Сегодня эпоксидником загрунтую все Дам просохнуть После эпоксидника уже будет наноситься шпакли Угу Там уже ну и дальше уже Ну а так дальше Тут тоже да получается Ну это все надо будет где-то там мотовить да Вот эти там двери все Не ну это то после Сначала крыло сделаю Сначала крыло багажник куда-то все сделаю Потом уже будет остальное поезд Ну вот ребят прошла еще одна неделя Честно скажу все очень долго делается Потому что состояние было не стояние Чтобы подготовить это крыло Ободрали все до голого металла Выстукивали все это в идеальную плоскость Сейчас уже начинается шпаклевка Просыхание Сейчас уже шпаклевки не такой большой свой Уже не должна отвалиться Потому что все вывели уже как яичко Ну и финальным слоем прошли уже шпакли Скоро начинаем грунтовать это злополучное крыло Ну как Тоха сказал дальше пойдет намного все быстрее И срок у нас за месяц сделать всю машину Поживем увидим что получится Надеюсь результат порадует всех Прошло уже порядка это двух недель Машина уже подготовилась к покраске Загрунтовалась крылышка уже практически как новая Конечно так нельзя сказать что практически как новая Но старая крылышка По крайней мере шпаклей Насколько это было возможно сделали По минимуму Черный грунт Ну короче все пацаны готовы к покраске ПТСкий цвет я не хотел менять Это геморно Это дорого Это опять записываться Так очень не захотел Ну а просто так как раз у нас в проекте знаете Черное на черное менять Ну тоже как то не очень таки прикольно Хочется чтобы узнаваемость какая то была Хочется чтобы такой цвет был у меня И у меня Ну короче пацаны краска очень интересная Я ее знаете как назвал Сутенерская краска не знаю почему Ну прикольная Сейчас покажу где я ее заказывал Покажу комплект весь Ну и будем приступать уже к покраске автомобиля Надеюсь скоро мы сюда уедем и будем его дальше готовить Чтобы машина была все лучше и лучше Ребят вся у нас краска Разбавитель Сутенерский эффект Который даст нам вау эффект Заказал в компании Фрикс Калор Фрикс Калор это то же самое что мы заказывали краску на марка Мне понравилось у нас на марке был цвет кэнди Все просто шею сворачивали Но у них Фрикс Калор огромный выбор Они сами занимаются изготовлением краски У них есть всякое разное И в основном знаете не обычная стандартная А та которая реально завораживает А та которая собирает взгляды Но я подумал блин Ну просто в черную не хочу красить Так что ребят я думаю позже когда у нас получится результат Вы еще сами не раз зайдете Перейдете по ссылкам в описании И найдете что такое Фрикс Калор Ну это реально бомбовая краска Не знаю что нас ждет Честно скажу ни разу в жизни такой краски не видел Ни разу не видел такой машины И честно ну просто любопытно Что из этого получится Наверно даже покраску мы вам показывать не будем Сейчас протестируем Для себя чтобы понимать вообще сколько слоев наносить У нас черная базовая получается 3 литра Универсальный разбавитель И третья Это сутенерский эффект Всем любопытно что получится Так что пацаны давайте подождем увидим Наверно уже как соберем всю тачку Уже потом будем показывать Но сейчас нам в таком состоянии И все подготовлено к покраске Встретимся чуть позже когда тачка уже будет собрана Чтобы вы понимали это экспериментальное крыло Потому что сами не знаем что получится Сам процесс покраски машины Мы вам наверное вряд ли покажем А это чисто заготовка чтобы нам понять вообще как красить Вот это у нас получается базовый слой Ну это вот на 2 раза получается Базовый наверное на 2 на 3 да будем? На 2 слой да Потом будем на 2 слой да базовый делать? Да И потом у нас сверху базового слоя будет наноситься Вот это вот как раз сутенерское зелье Вот это мы вам сейчас показывать не будем Вы потом посмотрите когда машина в целом будет готова Потому что зелье оно такое интересное Нам надо понять сколько этого зелья вылить Один свой, два слоя или три слоя Мы сейчас можем наверное полосочки таки налепить Да наверное? И будем смотреть Сейчас сначала все одним слоем дунем Потом второй слой, третий И для себя понять, сравнить Короче такой вот у нас экспонат будет для образца Друзья ну вот мы дождались забрал я машину И честно скажу забрал ее еще дня 3-4 назад И ждал пока будет солнышко Потому что такую краску нельзя показывать в теньке Она никак играть не будет И как я и говорил что машина будет у нас темная Обычная как по документам все то же самое Но будет с изюминкой Конечно она не идеальная машина Конечно на ней также присутствует шпаклевка как она и была Но попытались вывести ее по максимуму Чтобы было ну максимально нормально и максимально красиво Потрачено было чисто но только на работу 50 тысяч рублей Ну и плюс еще материалы Это вак, краска Это еще немалая сумма Ну и встречайте что у нас получилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 0 Стоит подвести итог по затратам я все сказал По срокам исполнения тоже сказал Изначально я говорю что это будет бюджетный проект но бюджетно его не вышел. Я думал, что коронавирус, пандемия, будем сидеть все дома, но слава богу, мы уже сможем спокойно выдвигаться, ездить по делам, ну и не собственными руками красить автомобиль, потому что если бы я накрасил, было бы полная жопа. Но сразу скажу одно, здесь тоже все не идеально, как вы думаете, по картинке, конечно, может показаться, что все круто, все блестит, но есть, конечно же, мелкие недочеты. Эта машина сейчас не отполирована. Почему мы выбрали такой цвет? Потому что по документам мы никак не хотели менять цвет, чтобы ни красный, ни зеленый, ни синий, чтобы у сотрудников ДПС не было проблем, и чтобы он черный и черный. Но на солнце он должен переливаться во все цвета радуги, должен блестеть. По картинке мы сейчас пока не видим, что получается, но вживую просто блески-блески так красиво выглядят, но тачка не отполирована. Тачка матовая, ее надо профессионально полировать, чтобы это все дело блестело, чтобы этот результат был положительный, чтобы видно было издалека. Почему вы спросите, Денчик, ты забрал машину, тебе ее сделали, и она не отполирована? Смотрите, когда красят тачку, как я понимаю, у нее есть корка, как она называется, шагрень, и машину всю наждачкой замывали и заново полировали. Как мне сказал мастер, он просто не умеет в ноль отполировать машину. Он что смог, отполировал, но если приглядеться, она вся в паутинку, вся машина в паутинку. Конечно, это не есть хорошо, и это дополнительные растраты, но мы имеем то, что имеем, то, что получилось, и будем это все дело устранять. В следующей серии я поеду на комплексную полировку, мы ее отполируем, чтобы вид был грозный. Я думаю, надо ее тонернуть, чтобы она была еще четче. Ну и предлагайте вы свои идеи, что мы дальше с ней будем делать. Идей еще у меня, в принципе, много. Хотелось бы ваше мнение услышать. Также оставляйте комментарии вообще. Бля, ну что за детский сад? Ебаный в рот, нахуй. На априори, бля, буксовать, нахуй. Ебаный гонка, пиздец, нахуй. Бля, шоки, нахуй. Предлагайте свои варианты, как ее нам улучшить, как ее доработать. Ну и в целом, как вам, понравился цвет или не понравился. Надеюсь, на картинке вы хоть что-то у нас посмотрели, увидели. Ну, красота просто неимоверная. Потому что банальный черный цвет уже надоел, устарел. А вот этот вот цвет, это с добавкой призматрона. И расскажу, как красится. Сначала черный цвет полностью красится. Потом называется призматрон. Покрывается вот этими блесками, а потом только сверху ваком. И чем больше ты призматрона нанесешь, тем больше этих блесок будет. Мы нанесли три слоя, и вот такой у нас эффект. Но надо, повторюсь, надо отполировать. Так что, если вы хотите бомбезную краску себе на машину, как у меня на Mark II было, ну, просто чума она. И вот такая необычная. FX Color, ссылка будет в описании. Вот такая компания. Они еще и доставляют в разные города. Так что, обращайтесь. Мне все понравилось. На этом, наверное, будем подытоживать выпуск. В принципе, у нас уже тачка в строю. Тачка едет. И постепенно будем ее еще дорабатывать. Так что, не пропустите следующие серии. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления, когда будут новые выпуски. Ну, и влепите царский лайк за мои старания. До новых встреч. С вами был, как всегда, Абрам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok